Что касается возврата Донбасса или, как Вы сказали, Крыма, вопрос по Донбассу может быть решён, и господин премьер Мисов сейчас об этом упомянул, исключительно выполнением Минских соглашений, ключевая составляющая которых является политической. Первое. Надо вносить изменения в соответствии с Минскими соглашениями в Конституцию Украины. Речь идёт о децентрализации, как любят на Украине говорить. Кстати говоря, могли бы использовать и опыт Греции. Здесь действующий президент был когда-то министром децентрализации, был министром внутренних дел и децентрализации. Значит, здесь и в Греции тоже над этим думали когда-то. Первое. Второе. Нужно принимать закон об амнистии, как можно проводить выборы, как можно людей интегрировать назад в государственные структуры, в государства, если они находятся под уголовным преследованием. Это тоже в Минских соглашениях. И, наконец, нужно ввести в действие закон об особом статусе Донбасса. И нельзя откладывать эти решения под предлогом того, что в зоне безопасности, в зоне разграничения кто-то в кого-то стреляет. Если нет желания проводить политических преобразований, то всегда найдётся тот, кто стрельнет и тот, кто ответит. И так будет бесконечно происходить до тех пор, пока не будут приняты решения политического характера. И нужно, конечно, принимать закон о выборах и эти выборы проводить под наблюдением ОБСЕ. Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россию вести не будет. Ну и мне в голову приходит известная поговорка российская – дай Бог вашему теляте нашего волка съесть. Поэтому давайте лучше не будем к этому возвращаться.